МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Званием «Золотая молодежь» могут гордиться 23 жителя нашего города. Здравствуйте! В прямом эфире «Вестник Северодвинска» в студии Владимир Богомолов. 23 выпускника сегодня получили награды высшей пробы. Золотых медалистов этого года воспитали в 12 школах города. Большинство из них по традиции оказались слабым полом. На Ягринском пляже школьники вживую смогли оценить сладкую жизнь золотого выпускника. На церемонии вручения высших наград побывал Дмитрий Ефимов. Шары в честь дня молодежи запустила самая золотая молодежь Северодвинска. 23 выпускника школ сегодня получили медали высшего достоинства. 12 северодвинских школ смогли похвастаться круглыми отличниками, вернее отличницами. В основном это девушки. Например, в Ягринской гимназии их три и все из одного класса. Это огромный труд. У тебя нет права на ошибку. Ты всегда должна знать все, готовиться к каждому уроку. Поэтому это, конечно же, трудно. Это очень приятно, когда ты видишь, что добиваешься результатов. Дети одаренные. Они с пятого класса учились всегда на отличные. Вообще класс очень сильный. У нас всегда самое высокое качество по знаниям, скажем так. Ну, конечно, они очень много требуют сил, энергии. Я, конечно, душу в них вложила с пятого класса. Среди 23 золотых медалистов молодых людей всего семь. Но у тех и у других за плечами большие достижения в школьной и общественной жизни. Упасники говорят, награды достаются кровью и потом. Я, к примеру, таких высоких наград в школе не получал, поэтому немного завидую медалистам. Однако не всем. 23 июня московские школьники получили золотые медали с сюрпризом в виде сербского флага. Так создатели перепутали порядок цветов российского символа. А вот в Северодвинске все медали проверили. Они с правильным российским флагом. Могу сказать, что медали, которые вручены нашим медалистам, они полного достоинства. С российским флагом очень правильным. Поэтому вообще все, что выдается выпускникам, проверяется. То есть эти статы, медали. Вручение золота выпускники отметили праздничным туром. Его организовали, чтобы медалисты помнили родной город. Но поистине насладиться сладкой жизнью золотого выпускника они смогли лишь на Ягринском пляже. Дмитрий Ефимов, Виталий Трапезников, Вестник, Северодвинска. В области назначен новый глава Следственного комитета. Им стал замруководителя того же органа по Пермскому краю. Соответствующий указ сегодня подписал президент Владимир Путин. Напомним, 22 апреля он освободил от занимаемой должности Юрия Шперлинга, руководившего региональной службой с 2007 года. Об этом и других немели не менее важных событиях города и области в рубрике «Коротко». Новым руководителем Следственного управления Следственного комитета по Архангельской области ИНАО стал Иван Логиновских. В указе президента говорится назначить полковника юстиции на двухлетний срок. Помимо этого, начальником управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ненницкому автономному округу стал полковник полиции Ильиных Олег Владимирович. К ремонту асфальтобетонного покрытия городских и пригородных дорог приступает ООО «Магистраль». Муниципальный контракт рассчитан на ремонт картами более 34 тысяч квадратных метров асфальта. Уже проведена подготовка на шести объектах. Это железнодорожный переезд и круговая развязка на Морском. Пересечение улиц Карла Маркса и Рженикидзе, улица Октябрьская от Бутома до Ченслера, Логинова от Мира до Дзержинского, площадь Корабелов и Ягринское шоссе. Работы проводятся в ночные смены. До конца сентября изношенный асфальт заменит еще на 19 объектах. Областная контрольно-счетная палата по итогам работы за 2012 год выявила финансовых нарушений на сумму свыше 5 миллиардов рублей. В отчете говорится, из них нецелевого использования около 33 миллионов рублей, неэффективного почти 204 миллиона, необоснованного использования бюджетных средств 1 миллиард 149 миллионов. Ряд материалов проверок уже переданы в правоохранительные органы. Судя по отчету, по Северодвинску проверок не было. Светофор, который всегда дает преимущество, появился в Северодвинске. Только зеленый и желтый горит на перекрестке Ленина-Южная. Одного глаза регулировщика лишил подрядчик. Вернее, перекрыл красную секцию светофора новым дорожным знаком. С форс-мажорного перекрестка Елена Киева. Зеленый, желтый и... Вот так внезапно кончается светофор на перекрестке Ленина-Южная. На днях здесь установили знаки пешеходного перехода. И все бы ничего, если бы один из указателей не перекрыл целую секцию сигнального устройства. Удивления никакого нет. Так-то еще второй светофор существует. Поэтому вот стоит напротив сразу. Поэтому можно тоже определять, какой свет горит. Каждый день такое встречается. С дорогами тоже самое. Это стандартная Россия. Большинство опытных водителей отнеслись к ситуации с пониманием. А вот учеников, которые часто проезжают на автодром, рядом с дворцом молодежи, такая ситуация приводит к замешательству. Бывают нюансы, но все равно, понятно же. Но кто правило знает, тот проедет правильно. Просто посмеялся и дальше поехал. Заказчик работ администрации Северодвинска. Установкой знаков занималась фирма РСОД. На момент курьеза работы еще не были приняты. Кстати, по указанию мэрии знаки переносили. Сначала их установили ниже положенного по ГОСТу уровня. Бывают такие недочеты. Не всегда получается, что как красиво нарисовано на бумаге, на земле получается так же. Но эти мелкие недочеты устраняются. И на данный момент этот недостаток был уже устранен. Как нам пояснили в администрации, работы требовали срочности. Люди постоянно жаловались, что без обозначений пересекать дорогу многим было страшно. Сегодня во второй половине дня знак перенесли чуть ниже. И теперь перекресток вновь стал безопасным и для пешеходов, и для новичков-водителей. Елена Киева, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. И вновь не доглядели. Накануне вечером из окна жилого дома выпал ребенок. Девочка облокотилась на москитную сетку, а та вылетела вместе с ней. Все это время мама была дома. Специалисты еще раз напоминают родителям. Не держите окна открытыми и внимательнее следите за поведением детей. Мама была рядом, но как ребенок забрался на подоконник, не заметила. Девочка облокотилась на москитную сетку, та порвалась. И трехлетний ребенок упал со второго этажа прямо на асфальт. С открытой черепно-мозговой травмой девочку доставили в Северодвинскую городскую больницу. А оттуда уже в реанимацию областной. Подробности состояния ребенка нам пока не сообщили, но в телефонном разговоре произнесли главные слова. Впрочем, состояние ребенка по-прежнему называют крайне тяжелым. Ведь при падении высота не важна, говорят врачи. Главную роль играет поверхность – асфальт или просто почва. И то, как повезет приземлиться. У детей чаще всего, чем маленькие летят, у них все равно голова по физиологии. У них тяжелее, чем остальная часть тела. Все равно они летят головой вниз. Со второго этажа она упала на голову и тяжелее с перелом черепа. И вот прогноз сомнительный. При падении головной мозг ударяется сначала об одну стенку черепа, а потом о другую. В итоге сразу несколько травм и колоссальная угроза жизни. Москитные сетки не выдерживают даже малого веса ребенка. Единственный выход – держать окна даже летом закрытыми. Мы, сотрудники полиции, призываем родителей обеспечить жесткий контроль за времяпровождением своих детей. Пусть они помнят, что расплата за их невнимание может быть в жизнь ребенка. Поэтому мы призываем родителей выполнять надлежащие свои обязанности по воспитанию, контролю за своими детьми. Сейчас трехлетней девочке предстоит операция. Врачи опасаются, даже в случае ее успеха ребенок рискует навсегда остаться инвалидом. В прошлом году дети падали из северодвинских окон дважды за все лето. Сейчас похожая статистика только за июнь. Напомним, не так давно из окна пятого этажа также выпала девочка. Сейчас ребенок здоров. Наталья Аскерка, Александр Асенков, Вестник Северодвинска. 72 новые квартиры в маневренном фонде. Такое прибавление ждет Северодвинск в ближайшем будущем. Администрация города планирует выкупить многоэтажку на юбилейной 25. Жилищной проблеме в мэрии сегодня посвятили несколько часов, чтобы рассказать, какой квартирный вопрос будут решать в ближайшее время. Этот дом – будущий неприкосновенный запас жилья на случай чрезвычайных ситуаций. В администрации Северодвинска планируют пополнить маневренный фонд города за счет многоэтажки на юбилейной 25. Пока здание принадлежит Севмашу, скоро его выкупит город. Сейчас договор купли-продажи проходит согласование. После подписания договора планируется этот дом использовать только под жилье маневренного фонда. То есть никаких договоров социального найма не будет. Жилье, весь дом маневренного фонда для заселения граждан в связи с какими-то чрезвычайными ситуациями. В доме 72 квартиры, 32 из них уже заняты. В них проживают жильцы Ленина 3,5, Первомайской 9 и Лесной 11. За аренду здания с октября прошлого года по август текущего город заплатит Севмашу 15 миллионов рублей. С нового года изменятся и правила предоставления сертификатов молодым семьям. А с 1 января 2014 года будет еще одна года введена – это многодетные семьи, которые будут иметь, неважно, когда они встали и после кого, они будут иметь переследное право на получение сертификатов. Сейчас таких в программе уже 40. Всего в этом году город выдаст 97 сертификатов. Сегодня в администрации затронули и тему арендаторов муниципального жилья. Неплательщики задолжали бюджету 32 миллиона рублей. Три семьи уже выселены. Было прописано в соответствующем постановлении, что должники не имели права на субсидию. Давно эта практика уже изменена. И сейчас наличие долга не является препятствием в назначении субсидий. Многие, может быть, этого еще не знают. Сейчас в Северодвинске субсидии пользуются почти 6 тысяч семей. Главное условие для получения помощи – семья должна считаться малоимущей. Получить справки можно по телефону 58-73-83. Елена Киева, Семен Самиголин, Вестник Северодвинска. Когда в товарищах согласия нет, на лат их дело не пойдет и выйдет. Только мука. История, как в басне, сложилась и в Северодвинске. Во дворе Южный-18 еще зимой рабочие разрыли траншею, закопали ее и уехали. Неделю назад ремонтники вернулись. Правда, спустя два дня вновь уехали, не завершив работу. Как выяснилось, виной всему непонимание между администрацией города и депутатом округа. Эта траншея образовалась во дворе дома на Южный-18 еще зимой. В конце декабря здесь ремонтировали трубы. После все закопали и уехали. Скопали все и все забросили. Чувство песка набросали и все. Ничего не делается вообще. Просто уже куда не обращались и писали, уже и снимали, а толку никакого. Как бы, говорят, деньги выделились, а где чего, не знаю, вообще просто. Яма сильно просела. Рядом с домом почта и магазин. К ним ежедневно подъезжают грузовые автомобили. А недавно из траншеи пришлось спасать экстренные службы города. Приехала пожарная машина. И она, конечно, это тяжелый автомобиль. Он же тонн, наверное, 5 сам-то весит. И он провалился здесь. Вот в этом месте буквально видно, видите, как асфальт валился. После траншею залатали, но только гравием. По словам жильцов, неделю назад у них появилась надежда, что яму закопают. Во двор приехала бригада рабочих. Была придано строительная техника, как-то каток. Они почистили лопатами и, по-моему, даже немножко трактором от земли. То есть приготовили к асфальтированию эту поверхность. Но через два дня рабочих и след простыл. Все, что осталось, еще одна траншея посередине двора. В отделе ЖКХ администрации города нам объяснили. Дело в непонимании жилищников и народного избранника. Приостановили из-за того, что как бы все предполагали, что выйдет подрядчик и будет делать это разрытие. И когда подрядчик сказал, что нет нашей работы от этого безобразия в другую сторону, возникли немножечко непонимания. Депутат действительно сам настоял на прекращении работ, ведь ремонтники приехали делать совсем не тот участок дороги. По тому тех заданий, которые кто-то сфабриковал, вот я другого слова не могу сказать, да, они должны 500 метров закатать по чистому асфальту. То есть самый хороший участок сверху покрыть, собственно говоря, маслом и списать 600 тысяч рублей. Естественно, я уже в 8 утра был в мэрии, естественно, поднял этот вопрос. Мы просто остановили, потому что это без предела. На данный момент администрация и депутат нашли общий язык. Сейчас подготовлена новая документация, по которой весь двор от улицы Полярной до Южной будет восстановлен до начала осени. Также еще 44 разрытия по городу ждет подобная судьба. Дмитрий Ефимов, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска. Смотреть новости наши зрители теперь могут и в интернете на новом сайте северодвинск.тв. Здесь вы найдете самые последние события нашего города и области. Также в интернете можно обсудить актуальные вопросы или поделиться с журналистами наболевшими проблемами. Июньская жара установила в области два новых температурных рекорда. 26 июня 2013 года зафиксирована максимальная дневная температура. Шкала градусников поднялась до плюс 33 градусов. Последний раз температурный рекорд был установлен в Архангельске в 1948 году. Тогда воздух прогрелся до плюс 32. Синоптики сообщают, что побита и максимальная среднесуточная температура воздуха. В столице Поморья она составила плюс 24,7 градуса. Чего ждать от погоды в пятницу, спросим у ведущей небесной канцелярии Ирады. Здравствуй, Ирада. Здравствуй, Владимир. К выходным жара не сбавит обороты, лишь освежит город небольшим, но долгожданным дождем. Небесную канцелярию смотрите сразу после коротких анонсов. Далее в выпуске. В пятером под колеса грузовика Ломонос-86 продолжает обороняться от Краснодарской торговой сети. Три часа загорали рядом с трупом под Северодвинском из воды, достали девушку. О метео и астропрогнозах вам расскажет небесная канцелярия. 28 июня по данным Гесметио в Северодвинске ночью ожидается 20 градусов тепла. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 26, переменная облачность, днем возможен дождь. Ветер восточный до 5 метров в секунду, атмосферное давление будет падать и к вечеру составит 764 миллиметра ртутного столба. Астрологи обещают отличную пятницу, если держать под контролем свои эмоции. Настроение будет меняться по мелочам. Помните, что пятничные проблемы быстро утратят свою актуальность. А вот романтические отношения, завязанные завтра, едва ли принесут радость. Хорошего вам настроения, отличной пятницы, до свидания. В эфире Вестник Северодвинска и мы продолжаем. Рисковать своей жизнью ради спасения жилища. Такое решение сегодня приняли собственники квартир на Ломоносова 76. В пятером северодвинцы бросились под колеса грузовика торговой сети «Магнит». Почему жильцы решились на отчаянный шаг в следующем сюжете? Вот так вот в пятером, прямо под колеса большегруза, сегодня бросили жители Ломоносова 76. Таким образом, люди защищают свой двор от ненавистных им строителей. Мы подестуем, потому что у нас, вот мы сейчас даже вызовы ГАИ, ждем. Уже не один раз звонок сделали, никто не едет. Потому что, вот видите, машина стоит на газоне, погружается. Все законы вообще у нас нарушаются в доме. Большегруз приехал, чтобы забрать мусор из строящегося в доме магазина, против открытия которого уже порядка двух месяцев выступают жильцы дома. Пока безрезультатно. Напомним, что все началось с дыры в полу в квартире на втором этаже. Ее проделали ремонтники магазина. Это была первая и последняя капля терпения жильцов. Мы пережили три реконструкции. Вначале сделан был ремонт в третьем подъезде. Затем присоединился первый подъезд. И два года назад было объединено первый с третьим. То есть три ремонта уже было. Сейчас уже четвертое лето, когда дом бомбят. Первый дом выдержал. Сейчас дом не выдерживает. С тех пор в каждом подъезде образовались трещины. Во время дождя через них просачивается вода. У некоторых собственников пострадал недавний ремонт. Они не раз обращались в администрацию города и прокуратуру с жалобами. Сегодня здесь появилась очередная комиссия. В настоящий момент делать выводы о отсутствии или наличии нарушений преждевременно, поскольку проверка в настоящем моменте не закончена. Еще она продолжается. Представителями завода «Тандер» в настоящий момент готовятся письма о необходимости проведения экспертизы, которые покажут уже, имеются ли какие-либо повреждения конструкции при проведении работы. Поэтому жильцам дома остается дожидаться результатов экспертизы. Сколько она продлится, пока никто сказать не может. Известно одно – закрыть магазин может только суд. Туда советуют обратиться и жильцам. Дмитрий Ефимов, Владимир Богомолов, Вестник, Северодвинска. Двое спасателей погибли прямо во время учений. В районе Нарьянмара специалисты упали в воду с вертолета и утонули. Учения были посвящены спуску маломерного судна на водную поверхность. Сейчас следственными органами Следственного комитета проводится доследственная проверка. О северодвинских происшествиях в рубрике «Протокол». Вот так буквально в 10 метрах от трупа пришлось сегодня отдыхать с северодвинцем и гостям города. Тело 28-летней девушки пролежало на пляже лисьих барков больше двух с половиной часов. Но купальщиков это, видимо, не смущает. В обед они наблюдали необычную картину. Водоем прочесывали водолазы. Отпускался, ее искал по всему этому озеру. Вчера, сегодня, что ли? Ну, сегодня утром, да. Ну, не утром, в 11-е, да? Вот ее вытащили из воды. Ну, а что сделаешь? Ну, мы в воду стараемся, в общем-то, здесь не заходить. По предварительной информации, жительница Мурманска, снимающая квартиру в Северодвинске, утонула в среду вечером. Очевидцы говорят, девушка выпивала на пляже в компании молодых людей. Пошла купаться и на берег не вернулась. Вызов в полицию Приморского района Архангельской области поступил сегодня утром. Водолазы искали, значит, сегодня обнаружили ее непосредственно в озере и достали на берег. Спасателей нашли не так далеко от берега. Видимо, значит, была ямка несколько, более трех метров. Медики подъехали примерно в час дня, констатировали смерть и оставили тело на берегу водоема. Собрали труп только в районе четырех часов дня. По данному делу сейчас ведется проверка. Угостились орешками и ушли. Сегодня ночью неизвестные обокрали фруктовый овощной ларек на труда 12. Сломали жалюзи, открыли форточку, а вышли уже через дверь. Овощей и фруктов воры взяли по мелочи, а вот орехи забрали пятикилограммовыми пакетами. Фундук очищенный, миндаль и фисташки. Ну, видать, пиво пили. Пять килограмм фисташек – это уже не с половиной тысячи. Железные жалюзи в магазине восстановили в срочном порядке. Ущерб пока подсчитывают. Продавец уверен, воры набрали орехов как минимум на пять тысяч рублей. Северодвинская полиция разыскивает злоумышленников. 12 часов пути под музыку и стихи. Очередная экспедиция «Северодвинск-Торцев-Жердь» вернулась с родины знаменитого земляка Александра Торцева. Северодвинцы подарили жителям Жерди и Мизени памятные концерты, а также почтили память погибших в Великой Отечественной войне. День памяти и скорби. Он будет вечно возвращать нашу память в 1941 году. А значит и в 9 мая 1945 года. Дню Победы. В селе Жердь подошел к логическому завершению проект «Память жива». Там появились именные доски. На них фамилии 160 земляков, не вернувшихся с фронта. Не забыли в селе и каждого из 60 ветеранов войны. В их честь открыли отдельную памятную доску. Участники экспедиции возложили венок к памятнику земляка Александра Торцева и посетили дом, в котором он жил. А месень златарусы и косы разбросала забыв про посол. Чуть дрожащие светлые блесы, чтоб не тихий раскрученный дом. Общественная организация «Северодвинск Торцев Жерть» уже шестой год путешествует на родину знаменитого земляка. Последние годы забирает сельских детей на несколько недель в «Северодвинск». Маленькие жители проходят диспансеризацию в реабилитационном центре «Солнышко». Проводят экскурсии на подводные лодки. Благодарность за дружбу, грамоту почетного гостя села вручили руководителю организации Александру Ширшикову. Отметили и творческий коллектив «Микрофон». Весник Северодвинска о спорте. Горящие глаза, неподдельный азарт и сотни улыбок. На стадионе «Беломорец» фокс-звездочка для шести спортивно-оздоровительных лагерей провели веселые эстафеты. Стартовать пришлось в два круга из-за большого количества пришедших. Из-за большого количества желающих эти старты пришлось проводить в два круга. На стадионе «Беломорец» фокс-звездочка в веселых эстафетах приняли участие более двухсот детей из шести спортивно-оздоровительных лагерей города. Мальчики и девочки соревновались на скорость в шести конкурсах. Первый этап – бег – можно назвать разминкой. Во втором необходимо преодолеть дистанцию в тяжелом валенке. На третьем – пробежать в огромной перчатке. А далее – самый командный вид соревнований – бег на лыжах. Когда мы бегали, очень сильно бегать надо было. И очень бесстрашно, когда можно было поскользнуться, то очень скользко. А какой конкурс вам больше понравился? Там, где в лодочке бегать. В лодке бегать и в ботинке большом. Понравилось вам? Да. Очень понравилось. Последние этапы были самыми скоростными. Дети стартовали на самокатах, а финишировали на велосипедах. После окончания эстафет всем участникам и болельщикам организаторы дали вдоволь попрыгать на надувном батуте. У нас, например, у школы нет такого покрытия спортивного. У нас нет возможности поиграть на улице именно в такие игры. А так мы тоже занимаемся спортивной подготовкой. И велосоревнования проводим, и веселые старты, и щеклад, и традиционные открытия, закрытия лагеря. Это приобщает, во-первых, школьников. У нас единый город, маленький город. Значит, пусть они, когда соревнуются, спортивный дух. Во-первых, уважение друг к другу. Правильно? Соперечество. Ну и настроение, конечно. Во всех эстафетах победила дружба, и каждый участник получил сладкие подарки от спонсоров. В следующем году, со слов организаторов, праздника будут выявлять победителей и награждать памятными дипломами и ценными призами. Константин Мухин, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска. А на сегодня это все новости о событиях пятницы. Расскажем завтра обо всем интересном, что происходит рядом. Пишите нам телефон для сообщений 8-911-550-3008 или звоните номер 50-3008. А я с вами прощаюсь. Смотрите нас и все узнаете первыми. До свидания. В пятницу 28 июня в Северодвинске ожидается ветер восточно, умеренный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет падать и к вечеру составить 764 миллиметра артутного столба. Малооблачно, возможно, грозы. Тип погоды второй благоприятный. Температура ночью плюс 19-21, днем от 22 до 24 градусов выше нуля. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok